Глава Следственного комитета поручил возбудить дело. Как должен был поступить проводник, когда он увидел животное? Животное – это имущество. С моей точки зрения, здесь нет состава уголовного преступления. Да выпроси ты этого кота, и все, что ты паришься? Штраф, да. Штраф. Многие люди любят своих животных, как своих детей. Тут тоже человек работает. И что? Теперь не работает после этого. Ну, я думаю, что перебор увольнения. Всем привет, друзья! Вы на канале Юрист.Про, и мы его ведущие Дмитрий Ковалев и Светлана Малышева. Сегодня хотим обсудить печальную историю кота Твикса. Думаю, все уже знают, но все же вкратце расскажу ситуацию. Кот с хозяином, а точнее со знакомым хозяина, ехал на поезде Екатеринбург-Питер. И в какой-то момент кот выбрался из переноски, ходил по поезду, его заметили пассажиры или проводницы. И в результате чего якобы опросили пассажиров, чей кот никто не откликнулся, и кота выпустили на улицу. Под предварительным данным это сделала либо проводница, либо кто-то из пассажиров, но об этом позднее. В итоге несколько дней кота искали, и в конце концов нашли, и кот, к сожалению, умер. Исходя из последних новостей, предлагаю обсудить ситуацию уже с точки зрения права, ну и дальше уже разберем, какие вообще могут быть последствия данного деяния именно со стороны сотрудников поезда. Смотри, по последним новостям, которые сейчас у нас мелькают в заголовках, что поручили Следственному комитету возбудить уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». И также сейчас очень много таких каких-то новых версий. То есть изначально сказали, что проводник высадил кота. Потом появилась новость, что не проводник, а проводник попросил кого-то из пассажиров. Потом там вроде даже было какое-то видео, что прям где видно, что проводник высаживает кота. Так вот, давай вот именно вот этот момент разберем. То есть как должен был поступить проводник, когда он увидел животное? Вообще, если брать с юридической точки зрения, с точки зрения закона, животное – это имущество. По сути дела, вещь. Как бы это ужасно не звучало, но юридически это так. Ни в каких правилах РЖД, возможно, во внутренних, но вообще в общих правилах нет положения на сегодняшний день о том, как должен вести себя проводник, если он обнаружит бесхозное животное. То есть, но можно провести аналогию, так как животное все-таки в гражданском обороте – это вещь. Что бы, например, дел проводника обязан был делать, если бы он обнаружил, допустим, чемодан чужой, правильно? Да. Первым делом, само собой, проводник должен опросить каждого пассажира, не оставлял ли кто-то чемодан. Не забыл ли кто-то чемодан, он же не может просто опросить пару пассажиров, потом сказать, ой, непонятно, чемодан, и выкинуть его на улицу, правильно? А если хозяин не нашелся, то уже сообщить начальнику поезда, сообщить в службу безопасности, так как, ну, мало ли, что это может быть. То же самое с животными. Если проводник обнаружил бесхозное животное, он должен опросить. Да, он говорит, я опрашиваю. Да, то есть, но сказали опять, что там он опросил, кто был рядом. А как это халатное отношение? То есть, формально отнесся. Если он, я понимаю, что может быть, он думал, что вот сейчас уже поезд отправится, и вот нужно срочно-срочно отпросить. Но на улице 30 градусов мороза – это животное. Но опять же, знаешь, как мы сейчас уходим именно в эмоциональную часть? А вот давай все-таки сначала с точки зрения… Потому что, ну, на самом деле, это, ну, ужас. Я не знаю… Вот у меня тоже есть кот. И, ну, я не представляю мое состояние, не дай бог, если бы такая ситуация произошла. Поэтому я и хочу с точки зрения морального состояния. То есть, в данном случае пострадал хозяин кота, да? Ну, вез другой человек. Да, ну, попросил он товарища там отвезти. Я говорю, то есть, тут какие моменты пошли? То есть, там, что это был вообще не хозяин. Потом там есть новость о том, что… И как из объяснения именно проводника поезда, она говорит, что кот вышел, там, гулял по вагону, сообщили другие пассажиры. Она там кого-то формально просила, и по итогу кота высадили. И только через, там, 10 часов, если я не ошибаюсь, вот человек, который перевозил этого кота, опомнился. И такой, типа, у меня кот пропал. Так, этого человека я и не оправдываю, да? Потому что, действительно, если ты везёшь своё животное, то будь добр, присматривай за животным. Но в данном случае, опять-таки, я хочу сказать о действиях. То есть, сейчас возбудили дело, да? Насколько я знаю, проводницу отстранили от занимаемой должности. Ну, судя по заголовкам, я считаю. Я считаю, что это вполне справедливо, потому что всё-таки это халатное формальное отношение. Она не посоветовалась, получается, да, с начальником поезда. Она никуда не сообщила, она просто самостоятельно приняла решение выкинуть кота в 30 градусов мороза. Тут видишь, как, если есть правило, например, правило при обнаружении бесхозных вещей. То есть, действия проводника должны были быть следующие. Она обнаружила кота, далее она опрашивает пассажиров. Пассажиры ей говорят, мы не знаем. И она должна была сообщить начальнику поезда, после чего начальник поезда должен принять какое-то решение, да? То есть, он либо должен обратиться в службу безопасности вокзала, да, там, где ближайшая будет остановка. Ну, либо там уже какое-то самостоятельное решение принимать. Но этого не было сделано. И сейчас, то есть, очень много людей накинулись именно на эту проводницу и говорят, её необходимо отстранить от работы. Ну, то есть, её вообще надо уволить, там, дело возбудить и так далее. И вот тут, давай сначала поговорим тогда, первое, о статье жестокого обращения к животным. Вообще, давай так. Вообще, блин. Я вот, у меня, знаешь, какая мысль пришла? Что очень часто, к сожалению, у нас бывает такое, что ищут козла отпущения в любой ситуации. Как правило, это человек, который занимает самую низшую должность. Такое очень часто происходит. Поэтому не исключаю возможности, что она могла позвонить, допустим, да, я не утверждаю, я просто предполагаю начальнику поезда, он ей сказал, да, выпроси ты этого кота. И всё, что ты паришься. Она выбросила, вот и всё. А потом, ну, начальника поезда привлекателя, проводницу, ответственность, кто будет нести, проводница. Поэтому не исключено и такое, что проводница стала просто козлом отпущения. Ну, возможно. Я предлагаю сейчас обсудить это с точки зрения закона, то есть с точки зрения уголовного кодекса, потому что глава Следственного комитета поручил возбудить дело по статье жестокого обращения к животным. Ну и дальше уже продолжим. То есть, согласно статье УК, вот как ты думаешь? Ну, смотри, для того, чтобы признать человека виновным в данной статье, нужно доказать, что его целью, то есть тут нужно доказать цель. Целью было причинение боли животного, либо хулиганские побуждения, либо корыстные побуждения. Ну, хулиганские корыстные тут отпадают, а вот, соответственно, цель причинения боли здесь на самом деле неоднозначна, потому что, ну, с одной стороны, проводница, выкидывая животное на 30-градусный мороз, ну, должна понимать, что рад от этого код не будет, и что ему будет плохо, правильно? А с другой стороны, конечно, если она говорит, что ее действия обусловлены вот какими-то обстоятельствами, скорым отправлением поезда через две минуты, то есть, возможно, здесь халатность какая-то, то есть, вот такой момент. Ну, я к чему этот вопрос задал? С моей точки зрения, здесь нету состава уголовного преступления. Вот. Возможно, да, вот так, халатность, да. Как наказать человека? Дисциплинарный проступок какой-то, штраф, да. Штраф? Да, но увольнять... В смысле, увольнять? Она животное на мороз выгнала, как ее не увольнять? Я понимаю, но увольнять... Ну, то есть, штраф? Слушай, ну, тут есть другая сторона. Вот смотри, представь эту женщину, да, там, которая работает... Ну, представь этот хозяин, который любил этого кота как своего ребенка. Вот как своего ребенка. Многие люди любят своих животных как своих детей. Я понимаю. И вот какие у него в данный момент страдания произошли? И почему за его страдания она должна просто получить штраф? Вот если бы моего... Ну, то есть, что-то случилось с моим котом, я бы хотела, чтобы привлекли к уголовной ответственности. Не то, чтобы даже уволили, а привлекли к уголовной ответственности, потому что, ну, для меня животное это как ребенок. Ну, мы с тобой формально сейчас выяснили, что она вряд ли тут будет. Ну, уголовная, да, но как минимум дисциплинарная. Да, но я и говорю, то есть, и исходя... Тут, знаешь, как сейчас будет такая перемешка. Грубо говоря, если мы смотрим с точки зрения права, кот это имущество. То есть, если ты причинил ущерб имуществу, да, то ты обязан компенсировать. Тут как бы уже исходя из оценки. Вот, вот, ну, да я ее, пожалуйста, говорю. Не, да, опять это говорит. Ты меня вообще этим мнением раздражаешь. Я имею в виду, смотри, с точки зрения права, кот это имущество. Повредил, утратил, либо что-то сделал, ты обязан компенсировать вопрос. Как можно возместить жизнь животного? Чем? Стоимостью этого кота? Ну, вот тут, как бы... Ну, только с юридической точки зрения. Ну, да, с юридической точки зрения. А выгонять человека с работы? Ну, как бы, тут тоже такой момент. Ну, животное лишилось жизни, а тут только с работы выгнать, подумаешь? Ну, выгнать с работы? Ну, тут, понимаешь, как бы, тут тоже человек работает. И что? Теперь не работает после этого? Нет. Будет работать после. То есть будет работать. Но, на самом деле, вот то, что ее отстранили от должности, а это уже произошло. Нет, отстранили от работы на данный момент. То есть ее не уволили, а отстранили. То есть пока она там свои обязанности не исполняет. И я думаю, что, да, к ответственности необходимо привлекать в той или иной мере. То есть там компенсацию, возможно, да, тоже. Ну, невозможно, компенсацию, да, необходимо там возместить в любом случае. Но увольнять человека, я думаю, что это перебор. Штраф за жизнь живого существа, нормально. Ну, я думаю, что перебор увольнения. На самом деле, на самом деле, я считаю, что это слишком мягко, увольнение. Но поскольку сложно доказать 264-ю, реально... То есть если бы я рассматривала это дело, я бы, скорее всего, не вменила все-таки жестокое обращение с животными. Потому что я предполагаю, что здесь больше халатность. То есть вот в этом плане все-таки я считаю, что цели у нее причинить боли, страдания этому коту, ну, вот как таковой цели она не преследовала. Она преследовала цель поскорее избавиться от проблемы и каким методом ей было неважно. И в данном случае я бы, конечно, просто ее уволила и посчитала бы это, в принципе, справедливым наказанием. Ну, и заставила выплатить моральную компенсацию хозяину. Да, вот по мне это справедливое наказание, выплата моральной компенсации, увольнение. А вас, дорогие зрители, я прошу оставить свое мнение в комментариях, как вы считаете необходимо поступить в данной ситуации. Продолжим. А еще смотри, там же, по-моему, РЖД, насколько я знаю, извинилась перед хозяином брата, а также сообщили, что РЖД планирует или уже ввели правила по перевозке животных. Можно по этому поводу подробнее рассказать? Там, знаешь, какая ситуация? РЖД, как оно сообщает в СМИ, что якобы уже ввели способы идентификации животных. Когда ты будешь перевозить животное с собой, то у проводника в приложении будет отображаться, что пассажир с животным. Насколько сейчас это действует, ввели, не ввели, пока точно информации нет. Но после этого инцидента уже сообщили, что в любом случае будут идентифицировать животное. Потому что в одном из каких-то пабликов новостных я смотрел, там, знаешь, как пояснения проводника были, и проводник сказал, что да, я знал, что есть пассажиры с животными, но я никак не могла проверить это, потому что это нигде не отображалось. Вот ты говоришь идентификацию животных, да? Например, в авиаперевозках паспорт, обязательно паспорт требуется. Паспорт животного, там указан окрас, там указано имя животного, то есть, ну, век паспорт. Ну, в данном случае просто, наверное, тоже нужно предоставить паспорт и зафиксировать, то есть, какой животный есть. Ты предоставишь, что именно видишь, в чем вопрос, чтобы в приложении мог проводник посмотреть, допустим, пассажир Иванов, и там, например, кот, собака, там, попугай. Такого-то окраса, допустим. Да, да, да. И РЖД именно про это и говорит, что будет способ идентификации. Ну, это на самом деле неплохо, потому что, ну, если такое правило введут, это будет замечательно. Мы посмотрим, как это будет на практике все применяться. На самом деле очень много норм, которые вот, ну, не защищают животных. Например, в тех же авиаперевозках то и дело в новостях мелькают новости о том, как очередной кот или очередная собака погибли в багажном отделе, потому что там холодно. И, допустим, там клетки, вот буквально недавно я читала реальную новость, когда там нет крепления для вот этих клеток, и собака, клетки открылись, собака выбежала и загрызла просто в этом багажном отделе кота. Ну, то есть вот такие вот ситуации. Либо бывало, что мерзнут там животные, замерзают, потому что на высоте холодно. На самом деле вот в этой части тоже закон никак не урегулирует права животных. Вот такой у нас получился выпуск. Я думаю, что стоит подвести итоги. По нашему мнению, признаков состава преступления, а именно жестокого обращения с животными, тут не усматривается. Что касается дисциплинарного проступка, то здесь наши мнения разошлись. И ваше мнение мы хотели бы увидеть в комментариях. Будем следить за этой ситуацией и информировать вас. А если у вас есть вопросы юридического характера, вы можете обратиться к нам, перейдя по ссылке в описании. Всем пока-пока и до новых встреч!